Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Путь к Омскому Свято-Никольскому Казачьему Собору вымощен кирпичиками из трудолюбия и огромного желания сохранить один из самых старинных храмов Сибири. В октябрьском выпуске программы «Дорога к храму» мы расскажем о масштабной реконструкции этого собора в самом центре Омска. Храм был построен на пожертвование казаков, сибирского казачьего войска и простых горожан еще в 1838 году по проекту известного архитектора Стасова. Во время посещения Омска в храме бывали император Николай II и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Здесь крестили поэта Леонида Мартынова, генерала Дмитрия Карбышева и литератора Георгия Вяткина. В годы советской власти в здании размещались культурно-административные учреждения, а с 1970 года – органный зал. Кровлю купола и колокольню тогда разобрали, потом собору вернули облик, но от постоянных перестроек одна из стен дала трещину, поэтому и возникла необходимость реконструкции. Стены, впрочем, как и веру, нужно укреплять. Уже почти два года реставрационные работы на территории старейшего храма Омска проводятся за счет федеральных средств в рамках целевой программы «Культура России». В проектовых работах изначально было принято решение, чтобы сделать здесь цокольный этаж, где у нас будет здесь и два класса для воскресных школ, для детской и взрослой, трапезная часть и другие комнаты. Внешнее преображение собора пошло по плану, а вот внутренние работы преподнесли сюрпризы. Так при уборке грунта в цокольном этаже храма рабочие обнаружили захоронение, датируемое II веком до н.э. Эта находка большая, но это история, потому что хотим и не хотим, мы все-таки живем в земной истории, живем в человеческой жизни. И поэтому, знаете, это очень интересно и очень обогащается наша культура, наша история. До наших дней захоронение дошло благодаря особой технологии строительства храма. Ленточный фундамент не повредил исторический слой. На место находки прибыли археологи, которые извлекли из древней могильной ямы череп и кости скелета. Предположительно, здесь похоронили семилетнего ребенка. За захороненным ребенком был положен горшочек, в котором лежала в тренце у покойной площадки. Горшочек с очень характерным профилем и очень характерным орнаментом. То есть на него смотришь и сразу понимаешь, что он относится к той самой антронской афротической культуры. Ее датировка, в принципе, в примерном, в ренте их известно. Работать с останками ученые продолжат в антропологическом кабинете музея. А пока археологи трудятся в храме вместе с рабочими. Вручную, слой за слоем, шириной не более 10 сантиметров, они просеивают исторический грунт в надежде найти символы древней цивилизации. Божьей помощи в дальнейшей работе археологам пожелал митрополит Владимир. Владыка принимает живое участие в реставрации собора, ведет переговоры с Министерством культуры и с непосредственным подрядчиком реставрационных работ. Участвует в субботниках, которые проводятся для помощи реставраторам, а также помогает решать текущие проблемы. И в этот раз, во время посещения собора, глава Омской митрополии внимательно изучил все находки. Директор Музея археологии и этнографии ОМГПУ Максим Грачев показал владыке Владимиру останки младенца и глиняные черепки эпохи бронзы, возраст которых 3000 лет. Владыка поинтересовался, сколько времени потребуется археологам, чтобы выполнить свою часть работы. Максим Грачев ответил, что можно параллельно вынимать грунт и просматривать его на наличие артефактов. При этом их работа никак не отразится на завершении реставрации собора. Чаще бывало, что вокруг храма делали. Да, вокруг храма обязательно, ну, православная традиция. Ну и бывало, что вот в средней кладбище строили храмы. Бывало? Да. А сейчас вот такой то есть. А здесь вот просто, видимо, и место такое. Это относительно высокий берег Иртыша был. Храм поставить нужно же так, чтобы его видно было, издалека, тем более, собор. И в древности вот на таком же месте кладбище обрадовалось. Какие еще артефакты хранит земля под Свято-Никольским собором, даже опытные археологи говорить не берутся. Поскольку работы еще ведутся, они еще не завершены. То есть я вам не могу сказать, что вот тут точно ничего нет. Мы разрешаем проводить земляные работы только после того, как мы осмотрели площадь и уверены, что на ней ничего нет. Я думаю, это не единственное погребение на вот этой территории, на прилегающей собору территории. Я думаю, что здесь могильник. Работа на территории храма тем временем продолжается. Проект реставрационных работ цокольного этажа вынос грунта учитывает. Но в смете оплаченных осенних работ он не значится. Поэтому было решено выносить землю своими силами. Для помощи по благословению митрополита Владимира на территории Свято-Никольского казачьего собора с середины октября этого года прошло уже четыре субботника. В них приняли участие священнослужители, прихожане собора и омские казаки во главе с атаманом Сибирского казачьего войска Геннадием Приваловым. Когда возникает ситуация для людей оказать помощь, то ее нужно всегда оказать. Потому что это очень важно и для себя лично, и для людей. Это как заряд сегодня. Я вам скажу, что я третье воскресенье работаю. Да, может быть, так с непривычки ведра потаскать, с землей, с песком мокрым, с кирпичами. Но, вы знаете, это какая-то такая благодать по телу проходит, которая дает, наверное, энергию. В один из октябрьских субботников за лопату взялся и митрополит Владимир, подавая остальным пример трудолюбия. Говорится, что шесть дней работай для себе, а один день отдай Господу Богу. Вот это и есть то, что мы даем Господу Богу. Потому что мы работаем не для себя, а работаем для людей. Для других. И вот так внесем друг в друга ТГТ. Несмотря на ремонт, собор открыт для всех желающих. Внешнее убранство уже почти готово. Недавно над колокольней возвели новый шатер. Вскоре на нем появится отреставрированный крест. Прихожане к временным неудобствам, связанным с ремонтом, относятся с пониманием. Свято-Никольский собор является моим приходом. Сюда я прихожу уже пять лет. Исповедуюсь, причащаюсь, прихожу на праздники. Когда плохо, когда хорошо. Здесь мой родной дом. Освободившаяся от грунта нижняя часть собора уже разделена кирпичными перегородками. Цементируются грунтовые стены, укрепляется пол. Реставрационные работы на территории старейшего храма Омска рассчитаны как минимум до конца года. Богослужения и все необходимые таинства пока совершаются в двух небольших пределах. Двери для прихожан здесь всегда открыты. Здание Свято-Никольского казачьего собора имеет статус памятника истории и архитектуры. Но его летопись продолжается. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, Видимым же всем и невидимым. Богослови, Душевая Господа, И вся внутренняя моя имя Святое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok